Каким образом, как-то целая РТГР с Гиркиным по главе оказалась в Славянске. То есть подразделение с боевыми решениями, с оружием, со всем, каким-то образом проехало через три страны, заехало в Славянск и все на месте. И последний вопрос. На Ваш взгляд, какие структуры государственные не доработали, не уследили? Все. Спасибо. На первый вопрос отвечать? Да, пожалуйста. Ну, я, как издатель Александр Савков, ты, собственно, издатель этой книги «Проект Сухов-Паныш». Значит, первое, что хочется сказать, вот, ну, благодаря Саше, его активности, его позиции, сложились очень хорошие отношения с Генштабом, непосредственно с начальником Адмирального штаба. У нас есть получился уникальный эксперимент, когда нам давали по максимуму всю информацию, необходимую для написания этой книги, при этом не требовали ничего. То есть, мы уже анкаличная эта книга взял в руки, когда она уже была напечатана и стал читать. То есть, другой вариант, ну, нас более чем усвоил, потому что книга не является, там, пославлением Генштаба ни в коем случае, или в военных. В ней отражено вот то, что Александр Савков-Панышевский. Более того, там указаны некоторые моменты, которые Генштаб очень сильно не хочет видеть, поднимается, а по его расе еще по некоторым, вот, на виду. Да, то есть, есть вещи, с которыми они не согласны, но они понимают, что это нужно делать, и это нужно делать так. Поэтому, у нас на подходе вторая книга про спецмации, мы договорились с Генштабом, что сделаем общую презентацию сразу двух книг, это именно интересно, и, собственно говоря, высшее руководство очень сильно загружено, мы на какие-то презентационные вещи, ну, не имеем пора, на право идем делать сейчас.